Цель XRP это 284 миллиарда долларов в капитализации и сегодня мы поговорим об этом, поговорим о том, что будет при текущей циркуляции, куда мы придем по FIB и на какие вообще стоит ориентироваться вещи, чтобы понять, что будет дальше с Ripple XRP и что нас сождет. Кроме того, есть отличная новость о том, что Ripple Sidechain и VM достиг эпического рубежа, поговорим об этом и также поговорим о том, что же нас ждет впереди, как выглядит вычий цикл Ripple XRP 2024-2025 год. Что касается рынка криптовалют, то за последнее время мы видим, что рынок криптовалют немного стагнирует, то есть в то же время мы видим, что биткоин не может закрепиться выше 70 тысяч долларов. Есть определенные монеты, которые себя неплохо показали, но не показывали себя ранее. Это Dogecoin, это одна из мем-монет, которая в отличие от SHIB или от PEP действительно себя не показала. Если мы будем смотреть правде в глаза, то Dogecoin всего лишь смог вырасти с 7-8 центов до 20. И на самом деле это довольно-таки результат не очень, хотя вот и было одно у Dogecoin 6 центов, но я не думаю, что многие здесь покупали. Думаю, что в основном покупки там были 7-8 центов и получается, что Dogecoin в отличие от своих конкурентов, конечно же, не сильно дал прирост довольно нового портфеля, если вы холдили. Если мы говорим про значит биткоин, то по биткоину мы пока что значит стабилизировались. И вроде как здесь можно сказать, что мы уверенно месяц заканчиваем выше той отметки, которая считалась all-time high. Это было в 2021 году. Но я считаю, что здесь, как ни крути, биткоин показывает рост с сентября месяца бескоррекционный. И на самом деле где-то уже чувствуется перегрев. И я считаю, что так или иначе коррекция, которая будет в будущем или в ближайшем будущем, которая состоится, она отрезвит многих холдеров. И также, в принципе, она сможет действительно очень хорошо забрать деньги с рынка, забрать у инвесторов, у трейдеров. Потому что когда все будут верить в биткоин по 100 тысяч долларов и вот сейчас вставать в лонг, то рынок, естественно, пойдет в противоположную сторону. Так, увы, действуют и ты, крупный игрок. Что касается значит XRP, то по XRP примечательно, что на месячном таймфрейме мы торгуемся выше 50-го мувинга. Хочу обратить ваше внимание, что, например, инструмент Ethereum, тоже когда начал торговаться выше 50-го мувинга, это было в 2020 году, Здесь были некие коррекции, но в целом потом последовал параболический рост и с тех пор мы не видели, как Ethereum уходил ниже 50-го мувинга. Здесь были проколы, но в целом пока что Ethereum продолжает торговаться выше 50-го мувинга на месячном таймфрейме. Поэтому с XRP может быть нечто подобное и действительно, если XRP в коем-то веке повторяет историю Ethereum по росту, то здесь мы должны увидеть в скором времени хороший рост. И если действительно XRP будет удерживать отметки выше 50-го мувинга, выше 50-ти центов, 51 центов в данном случае, то мы действительно можем увидеть скорый рост XRP. Что касается какой-то ближайшей истории с ценами Ripple XRP, я считаю, что здесь пока что мы будем торговаться в узком диапазоне, пока не закрепимся. В ту или иную сторону пока что мы торгуемся выше 60-ти центов и даже ниже не закрывались. Этот торг идет с февраля месяца, уже заканчивается март. Такое ощущение, что здесь действительно накапливается какая-то крупная позиция. Поэтому здесь еще стоит посмотреть, что будет дальше. Но и в то же время здесь говорится о том, что XRP вполне себе может взлететь на 900% в район 5,5 долларов в рамках золотого креста. А золотой крест, в принципе, у нас вот здесь на недельном таймфрейме вырисовывается. Но будет ли он, это действительно большой вопрос. Но судя по графику XRP Bitcoin, именно мы должны в ближайшее время увидеть какой-то здесь отскок, выход. Возможно, рост в район 1200 сатош, возможно, даже 1400 сатош. Если это случится, то, в принципе, это и будет ивент, а вернее событие Golden Cross, который произойдет на недельном таймфрейме. Но в рамках недельного таймфрейма, я думаю, что XRP может показать куда больше результат, нежели рост на 100%. Если мы говорим про 100% с текущих, то получается, что XRP идет в район 1,20 доллара. Если мы, значит, говорим про капитализацию, то, значит, по XRP цель это 284 миллиардов долларов капитализации. И, соответственно, это мы видим по Fibonacci 1.618. И именно эта капитализация 284 миллиарда долларов. Соответственно, мы видим, что, значит, простота диаграмм показывает и ясность. Прорыв на графике XRP кристально ясен, если мы смотрим график капитализации XRP. И, соответственно, здесь цель прорыва совпадает с уровнем Fibonacci 1. Это 90 миллиардов долларов, вот оно показано. И целевой ценой в рамках этой капитализации это 1 доллар и 63 цента. Соответственно, нужно отметить, что вот КС тут обозначен, это циркуляционное обращение при этом XRP. И, соответственно, следующая цель. Мы видим, что идет 1,272, это 149 миллиардов долларов. Но затем идет и 1.618, это 284 миллиарда долларов. По Fibonacci 2.272 показывает 964 миллиарда долларов. То есть, ну, если мы прикинем, то получается, действительно, цена XRP будет в разы больше, чем 5 долларов. Даже в район 20 долларов может уйти при капитализации в триллион долларов. Но, опять-таки, пока что мы, в принципе, сейчас ждем вердикт SEC, да, потому что SEC запросила о торрес непосредственно вердикт, да, чтобы уже был какой-то итог. Но я считаю, что здесь, возможно, это дело будет продолжительным и оно будет вплоть до мая этого года. Так как в апреле 2021 года мы видели бычий забег, то я считаю, что у нас есть шанс увидеть, опять-таки, в апреле или даже в мае бычий забег именно в этом году. Поэтому я считаю, что рост XRP, он предопределен, нужно лишь подождать. Что касается Ripple Sidechain, он UEM достиг эпического рубежа. И, значит, новая версия МОСТа принесет XRP Ledger значительные преимущества за счет улучшения совместимости, поскольку она адаптирована для нескольких сетей, кошельков для каждой сети и токенов для каждой пары сетей. Поэтому мы здесь видим определенно, что можно взаимодействовать. Здесь взаимодействует также кошелек Metamask. И также сеть здесь выбирается EVM Sidechain DevNet в первом варианте, во втором XRP L DevNet. И, соответственно, здесь обозначена именно, значит, комиссия в размере почти 5 XRP, но я думаю, что комиссии такой нет. Ну и, значит, время исполнения от 30 до 3 минут. Вот такие дела. То есть мы видим, что теперь с помощью этого могут между собой взаимодействовать токены ERC20 и также токены XRP L. Что также нужно отметить, что бычий рынок, значит, который будет в 2024 году или уже идет, но мы его не видим, да. То есть то, что сейчас XRP торгуется 60 центов, это не означает, что XRP будет торговаться вечно 60 центов. Определенно нужно понимать, что в рамках бычьего цикла XRP будет больше. И мы видим, что цели тут куда, конечно же, есть больше. И, соответственно, здесь мы видим следующее, то, что значит, мы находимся на пороге крупнейшего бычьего роста, когда-либо существовавшего для XRP. Ну и будьте готовы превратить 100 долларов в 5-6-значные цифры, когда полезность взлетит в этом или в следующем году. После краха банков, после введения валюты BRICS, обеспеченной золотом и после перехода на новую систему цифровых валют, это станет реальностью. Ну и, соответственно, мало кто сможет это сделать. Остерегайтесь фу, ты плохих новостей, знайте, что у вас есть и доверяйте своим инвестициям. Ну, речь определенно идет о том, что Брайн Галлихаус заявил, что SEC требует теперь 2 миллиарда долларов. Действительно, вот эти 700 миллионов долларов, непонятно откуда они были взяты, за счет чего сумма увеличилась, да. И, как по мне, это бред, да. То есть, понятное дело, что сейчас речь идет о том, как решить эту проблему. Но SEC, видимо, не пытается ее решить, она пытается ее усугубить, нарисовать какие-то цифры. Но суть в другом. Суть в том, чтобы токен XRP получил четкое регулирование. И, ну, в принципе, уже получил, потому что ведущие биржи США не залистили токен XRP. Если было бы все так плохо, то они опять бы занялись делистингом, и Грейск Киил обратно не добавил XRP в свой портфель. И получается так, что скорее всего это просто фут, да, потому что цену и число можно нарисовать какое угодно. Суть идет о институциональных продажах, были ли они ценными бумагами или нет. Ну, если обычные спотовые продажи это неценные бумаги, то, соответственно, институциональные продажи, я считаю, тем более. Поэтому здесь цена XRP может оказаться на грани впечатляющего 90% скачка, чтобы завоевать территорию в 5,5 долларов после формирования Золотого Креста. Ну, на самом деле, здесь определенно на двухнедельном таймфрейме мы видим, что так или иначе Золотой Крест образовался. И, соответственно, там минимальная цена от 4 до 5,5 долларов. Я считаю, что, в принципе, даже на двухнедельный таймфрейме не стоит смотреть, потому что на недельном таймфрейме, так понятно, что здесь образовывается Golden Cross. На самом деле, XRP ждет очень хороший рост. Кстати, вот если мы будем смотреть про Ethereum, то, получается, на месячном таймфрейме он торгуется, значит, выше 50-го мувинга. И вот здесь его, в принципе, рост был на 1700% где-то, приблизительно с этого варианта, то есть с этого торга, когда он начался. Вот здесь мы видим, что XRP тоже торгуется выше 50-го мувинга. И если он в течение нескольких месяцев, начиная от обычаи, рост, то 1700% это определенно выше отметки 6 долларов. То есть я думаю, что эта отметка там где-то 10 долларов получается. Вот такие дела. Ну, а с вами был Криптоватьев, Семен Семенка, и до новых встреч.